Стереотепы доставления жителей улиц Вильтана все наладят, потому что мы с ними пары, кто все пятый, полушесть, про людей поговорим, как все. Вот, я вспомнил эту интересную историю, я расскажу, когда я разговариваю с Сергеем, он сказал, что там его соседские смертные елочки, зачем смертные елочки, никогда. Она у Максимского чудесная история, что оказывается, и выбирает бизнес, и как культуре, рыбающие, и продалит. Там много сенсатурок, по-другому щитски, они же дорогие. Очень приятно. Короче, если ты взял подешевле, то это значит, скорее всего, в складбище. Да. То есть, ты сейчас вошла в вопрос? Ну да, непонятно, в принципе, что делать, как бы. Единственное, что кажется, это очень сложно, потому что должна быть какая-то симпатия. То есть, я понимаю, что я не могу понять, что мне нравится этот человек, я не могу, соответственно, делать с ним. Юля, здравствуй. Расскажи, пожалуйста, как ты пришла на этот фестиваль, как ты заявилась на данную мастерскую? Ну, совершенно случайно увидела в интернете объявление о том, что будет проходить фестиваль, и вот так вот подала заявку, и попала. Ну, все просто. Понятно. А чем по жизни занимаешься? Какая твоя профессия? Ну, по жизни... Вообще, сложный вопрос. Я сейчас в декрете, я фотограф, фотографией занимаюсь, а в декрете я как учитель. Понятно. Что попудило вас прийти на данный фестиваль? Ну, интерес, конечно, интересно. Все такое событие в городе. Просто посмотрите, смотри, как это все происходит. Скажите, пожалуйста, а вот вам дали задание, вы также работаете с улицей Левитана. Какие ваши общие впечатления? Ну, я в этом районе вообще впервые. Ну, впечатления есть, конечно. Ну, все эти препятствия, с которыми мы общаемся. Ну, я не хотела бы давать какую-то окраску. Но были какие-то трудности, с которыми вы столкнулись при работе уже над вашим заданием? Потому что у вас чем-то похоже задание, как у нас, только у вас в рамках того, что вы как кино делаете, а мы уже как занимаемся в рамках театра. Ну, в данном моем случае у меня сложности нет. Я нашла свою героиню и я с ним. Вы посетили наше занятие и часто бываете у нас в гостях. Так же, я как заметил, да, вы нас снимаете. Какие у вас впечатления о нашей группе? Потому что у вас есть своя группа, есть наша группа. Как ваши впечатления? Ну, впечатления тоже хорошие. Очень интересно. Сегодня мне получилось даже поучаствовать в ваших, как сказать, коллаборациях, так скажем. Ну, интересно. Интересно, да. Даже вот немножко как-то, возможно, поинтереснее, что ли. Ясно. Пожибее. Ну, я думаю, мы еще раз с вами не раз встретимся. Может быть, еще потом не раз еще застрелим какое-нибудь видео уже для блога. Вот. Поэтому желаем вам удачи. Да. В каждом районе не хватает. Какие здесь есть? Какие здесь есть? У кого-нибудь видели, которые вас поражают, не знаю, до сих пор? Да. У вас здесь есть снизу, но он прям чуть-чуть. Скажите нам про... Расскажите нам про него, пожалуйста. С какого? С первого этажа? Ну, он получается с шестого этажа. Вероника, расскажите, пожалуйста, как вы попали на фестиваль «Край света»? Изначально я проходила кастинг на федеральную школу радио, где я училась достаточно хорошо. Меня заметила организатор Оксана Кмаева. Она также является пресс-атташе оргкомитета нашей области. Она меня практически в большое количество мероприятий старается выдвинуть, чтобы я раскрыла свои возможности, чтобы мне больше писать, поскольку я люблю писать, мне это нравится. Я хотела бы дальше совершенствовать свои навыки, знакомиться с какими-то новыми людьми. И это круто – общаться, узнать что-то новое. Какие ваши на фестивале цели и задачи? Цели и задачи на фестивале – я репортер. Я хожу в различные лаборатории и мастерские. Я общаюсь как с кураторами, так и непосредственно с самими участниками данных лабораторий. Я узнаю, что они делают, чем они занимаются, как вообще проходит вся эта работа, поскольку большому количеству людей на самом деле просто неизвестно принципы работы этих мастерских. Вот я как раз-таки собираю информацию, и потом наш главный редактор уже формирует это в более-менее единый текст. Какие мастерские вы встречали? Я пока что встречалась только с мастерской документального кино. И вот сегодня как раз-таки с вами была в документальном театре. Я вижу теперь, я понимаю различия этих мастерских. Я поговорила с кураторами, я поговорила с участниками, я понимаю, какие цели. И мы постараемся это в газете как раз-таки подробно описать. Какие ваши впечатления о мастерской документального театра? Документальный театр. Сегодня пришлось побывать. Спасибо кураторам, которые также меня включили в процесс работы. Мы зачитали небольшой текст, про текст интервью, которые собирали до этого участники мастерской. Вы поучаствовали, да? Да, тоже поучаствовала, внесла, можно так сказать, небольшую свою лепту. Стала частью этого небольшого. Мне понравилось. Мне понравилось, что людям дается возможность каждому выговориться, каждому слушают мысли. Это идет какой-то именно творческий процесс, так как я сама творческий человек. Для меня это было познавательно, возможно, открыло некоторые грани. Потому что, когда мы общаемся с новыми людьми, мы постоянно узнаем что-то новое. И, ну, постоянно идет какое-то развитие и моральное. Это очень важно. А сколько вы увидели в лаборатории документального кино? В лаборатории документального кино я увидела, на самом деле, не так много. Там были небольшие разногласия между участниками и куратором. То есть не все участники понимали куратора. Куратор не мог, возможно, как-то передать свою мысль другим участникам. Но были же и те, у кого взаимодействие уже происходило. Но это был процесс, это была работа. Кураторы старались донести до именно участников калининградских какую-то свою мысль. То, что действительно свое понятие документального кино. Потому что участники немного по-другому это видят. Не так, как это все происходит, а так, как это на телевидении. А здесь все-таки, ну, мы уже понимаем, что это все-таки немного другое документальное кино. Это не такая жизнь с различными спецэффектами, какими-то завязками, развязками. Это драматургия обычной жизни обычного человека. Вам улица Великана знакома? Знакома. Только по наслышке. А что вы не слышали? Я слышала, что это улица, которая совсем недавно, во-первых, появилась. Во-вторых, она застроена различными новыми домами. То есть там новостройки нету каких-то старых исторических зданий. К тому же, то, что там проживают различные социальные категории людей, допустим, из детских домов, сирот и так далее. Вот. Она у меня ассоциируется, на самом деле, с какой-то небольшой трагедией. То есть я считаю, что люди эти пережили некую трагедию. Это вот какая-то такая улица, объединяющая, может быть, этих людей. Вот. Ну, не знаю, счастливых, несчастливых людей. Но вот во что-то одно такое единое. Они, ну, больше понимают, возможно, друг друга. А откуда же здесь мифы, легенды? Мифы, легенды? Нет. Я ничего не слышала. Сегодня только услышала предположения различных мифов и легенд. Это интересно было. Про героев? Нет, нет, ничего, к сожалению. Только, наверное, именно с какой-то инфраструктурной обустроенности части города. Вот. А там сама, честно говоря, никогда не была. Вот. Но уже прям побыла в двух мастерских и стало интересно уже туда съездить. Возможно, съезжу, когда будет свободное время. Спасибо большое. Желаю вам удачи в вашей работе. Мы, наверное, еще не раз с вами встретимся и увидимся. Спасибо. 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 Спасибо.